Продолжение следует... 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 И она по иному механизму высвобождается. Кроме того, поскольку я занимался в нашем центре, в лаборатории Кайдек Павловича Хансона, аптотической гибелью, я помню, насколько это стремительный процесс. Потому что уже через 40 минут после облучения животных появляется вот эта знаменитая ДНК-лестница, которая через 3 часа достигает пика, и там никакая система продукции экзосом не справится с тем, чтобы все это утилизировать через экзосомы ДНК, что это выделяется отдельно. И, значит, вот чтобы ответить, а, секунду, опс, ну вот из литературы два таких наиболее категоричных утверждения, что 90% неклеточная ДНК, амплифицируемая, плазма находится в экзосомах. И второе, что горизонтальный транспорт, значит, опухолевый, ну, фрагмент опухоли ДНК, значит, он производится, осуществляется через экзосомы. Значит, и та, и другая, значит, они имеют, и та, и внеклеточная ДНК, экзосомы, они имеют не только академический интерес, но, главным образом, медико-биологический, поскольку это кандидаты на объекты малоинвазивной жидкостной BFC, поэтому очень важно знать, вот как обстоят дела на самом деле. Ну, для того, чтобы ответить, попытаться ответить на свой, на этот вопрос, аргументировать свою точку зрения, необходимо, значит, первое, что сделать, это анализировать внимательно, как вот авторы выделяли экзосомы и внеклеточную ДНК, спланировать собственные и сделать эксперименты, вот с учетом этого, и обобщить то и другое. Значит, начало, это краткая сводка методов выделения экзосом, Анастасия Валерьевна сделала подробнейшую, здесь у нас будет очень кратко, с точки зрения принципа. Их можно разделить на, значит, на две. Большую группу – это неофинные методы, это ультрацифагирование, фильтрации разной формы, и основная группа – это высаливание с помощью полимера, полиэтиленгликоли. Это наиболее популярные методы инвитроджина и SBI, которыми практически все, наверное, пользуются. Менее популярный, но из той же группы – еноаналитик, метод там авгийного кислота, который также действует, то есть полимер структурирует воду, количество свободной жидкости резко уменьшается, и все, значит, выпадает в осадок и центрафигируется. Очень интересный метод компании Норжин Биотех, там они используют карбид кремния, это гидрофобное взаимодействие. Ну, еще целый ряд разрабатываем, которые я не буду упоминать, и иммунные методы выделения экзосом, это, ну, все, что на поверхности экзосом, это, значит, белки, значит, через моноглобилины, полисахариды, это, значит, с помощью лектинов, и вот новый метод через фосфолипиды, специальное вот это вещество САБИКС, которое связывает кластеры полисахаридов. Ну, еще необходимо всегда помнить, что в неклеточной ДНК, она не в виде ДНК существует в биокетических жидкостях, а в виде дизопсинуклеопротеида, это, как правило, нуклеосомы, и их коровые фрагменты. Причем они не такие маленькие, диаметры этих коровых фрагментов порядка 30 нанометров, то есть он достаточно большой, чтобы их выделить вместе с экзосомами, но он находится ниже предела чувствительности системы NTA, это наносайты и прочие наши любимые приборы, поэтому вот их невозможно детектировать и посчитать. Значит, на какие издержки афинных методов? Вот все высаливающие агенты, они же, все, что выше там, наверное, 150 кг дольтон, они все осаждают, поэтому вместе с экзосомами там все виды частиц и наши нуклеосомы и липидные белковые агрегаты. Изначально был метод ПЭГа использован для того, чтобы выделить лентивирусы, потом уже его компания приспособила к экзосомам. Гидрофобный карбид крепления тоже изначально был приспособлен для того, чтобы удалять детоксины, вирусы из крови в неклеточную ДНК, затем уже к экзосомам. Кроме того, в процессе вот этого высаливания, концентрирования, могут образовываться неспецифические агрегаты с поверхностью экзосом. И наличие вот этих агрегатов соосажденных полидезоксинуклеотидов, они вот могут создать видимость большого количества ДНК, которые в экзосомах находятся. Значит, наши афинные методы, они более специфичные, но, скажем, вот эти иммунобиции, у них выход, к сожалению, низкий. Ликофинный метод на основе лектинов, он как бы умеренно достаточно специфичности, но метод не стандаризирует. Анастасия Валерьевна занималась достаточно этим долго методом, но как бы до уровня набора агента он не дошел. И вот третий метод, это олигофосфатная афинность, у него достаточная специфичность, он осаждает все фосфолипидные частицы, то есть нефосфолипидные белковые агрегаты он не осаждает. И метод стандаризирует, поэтому для того, чтобы оценить количество свободных экзосом-связанных нуклеиновых кислот, мы, значит, использовали этот метод. Какие особенности вещества этого сабыкса, взнабора? Он афинно связывает и осаждает как ДНК, так и экзосомы через фосфатные кластеры. Не менее 20 нуклеотидов должен быть пар оснований, кластер все мельчего не осаждает, к счастью. Он дифференциально связывает ДНК экзосомы, то есть ДНК он намертво связывает, а экзосомы очень мобильные, их можно потом из осадочков вымыть. Он разрушает ДНК комплексы, вытесняя ДНК, связывающие белки, и удаляет с поверхности экзосомы. То есть мы получаем препарат экзосомы, у которых все созрано. Здесь схема эксперимента, значит, плазма или другая биожидкость, добавляется сабыкс, осаждается все, из осадочка сначала изотоническим буфером выделяются экзосомы, ДНК остается в осадке, а затем жестким лизирующим буфером выделяется ДНК. И, значит, чтобы убедиться в этом, мы сделали контрольный эксперимент. Мы взяли 80 нанограммов ДНК в фосфатном буфере, добавили сабыкс, сначала промыли осадочек буфером для экзосом, и там вот ДНК не оказалось, вот уровень фона неспецифического. И вся ДНК вымылась вот в этом буфером, предназначенном для выделения ДНК. То есть метод хорошо работает, специфически. После этого, значит, сначала мы на клеточной культуре клетки рака предстательной железы сравнили количество ДНК в осадке и общая ДНК в 1 мл культуральной среды, то есть не 2, 4 мл культуральной среды, они оказались совершенно одинаковые. То есть вся ДНК у нас находилась, ну не вся, большая часть ДНК у нас оказалась в осадке, тогда как в экзосомах было небольшое количество. Далее плазма крови, значит, вот суммарная, красный столбец, суммарная ДНК в кубике крови, это был пациент с высоким содержанием ДНК в плазме крови. Значит, во фракции экзосом там очень мало было, там менее 10% оказалось ДНК, и вся ДНК была практически там 90-й в осадке. То есть мы делаем вывод, что вот в наших экспериментах с такими специфическими связывающими агентами ДНК находилась в свободном состоянии. И, наконец, мы взяли мочу из трех пациентов и картина у нас тоже. На этом слайде представлены результаты выделения ДНК, свободно циркулирующего, вне клеточной ДНК из мочи, из мочи трех пациентов. Красный столбик – это суммарная, это у нас суммарная ДНК в кубике мочи. И синий – это у нас в осадочке, то есть свободно циркулирующая форма. И зелененькая – это в экзосомах. Здесь в агарифмическая скала, поэтому, чтобы увидеть, что хоть что-то есть в экзосомах, мы, значит, сделали в агарифмическую, вот, ВОК-2 шкалу. Видно, что незначительно менее, там, 10%, и в моче также находятся в свободно циркулирующем состоянии, а не связаны с экзосомами. Значит, какие мы делаем промежуточные выводы, что на модели культуральной жидкости плазмы, крови и мочи показано, что более 90% вне клеточной ДНК находится именно в свободно циркулирующей форме. Значит, второй вывод, что полученные данные, они могут быть, они, по-видимому, несколько завышены в сторону количества свободно циркулирующей ДНК за счет того, что ДНК может быть еще ассоциирована с поверхностью экзосом, не в результате агрегации, а специфически. Но, тем не менее, она будет, в наших случаях, она полностью удаляется с поверхности экзосом. И вот что еще необходимо будет сделать, что, по-видимому, надо при анализе экзосом рутинно контролировать наличие гистона в препаратах экзосом и вестернблотом для оценки уровня контоминации. Второе – разработать альтернативные методы выделения экзосом и ДНП частиц, поскольку у нас сейчас фактически два их, один на основе ПЭГа, другой на основе вещества САБ-ИКС, и они, как бы, один имеет, видимо, перекос в одну, другой – в другую сторону. Не уходим третий, четвертый независимый. И уже провести сравнительный глубокий анализ этих двух популяций для того, чтобы понять, они перекрываются, в какой степени перекрываются, а какой они специфичны. Благодарю за внимание. Продолжение следует...